Привет, друзья! Сегодня у нас обзор MP3-плеера из Китая. Заказывал с сайта Алиэкспресс. Стоимость на момент покупки была 4,5 доллара. Совсем недавно на канале вышел ролик про неудачный MP3-плеер. Покупал я его за 100 рублей и, казалось бы, полностью разочаровался в китайской продукции. Но во прошествии нескольких недель я так и понял необходимость покупки плеера. Искал тщательно, смотрел сравнения, выбирал товары. По большинстве моделей даже переписывался с продавцами. И в итоге определился вот на той самой модели, которую вы сейчас видите на обзоре. Начать хочу с комплектации. Кроме самого плеера в посылке ничего не было. То есть ни батарейки, ни зарядного устройства, ни кабеля для передачи данных, абсолютно ничего. Соответственно и флешкарта тоже не входит в комплект. Кстати говоря, одной из особенностей, я повторюсь, не недостатком, а именно особенностью является то, что этот плеер питается не от аккумулятора, а от батарейки типа 3А. Батарейки подходят самые обычные, начиная от стандартных дюрасел и заканчивая перезаряжаемыми. В данном случае, для моего удобства, да и вообще для удобства при дальнейшей эксплуатации, я поставил перезаряжаемую батарейку, опять же из Китая. На ней написано, что емкость 1350 мА в час, на самом деле здесь около 500. Данный плеер умеет подзаряжать батареи, если вы его будете использовать через разъем компьютера, то есть через USB разъем, ну или подсоедините стандартным кабелем для передачи данных зарядного устройства, например, от телефона. Он также будет великолепно заряжаться. Время зарядки зависит только от того аккумулятора, который находится в аппарате. Чтобы далеко не уходить от поднятой темы, хочу сказать, что в включенном состоянии у плеера есть индикатор заряда. Так вот тот самый индикатор работает не совсем корректно. Я не знаю, с чем это связано, но с теми показывают около 20-30% реально заряженной батареи. Но то, конечно же, есть две причины. Либо бракованная батарея, и в целом емкость, которая улетучивается на ветру, либо проблемы с аппаратным обеспечением. Кстати говоря, в настройках плеер говорит, что версия системы 1.1. Однако ни названия, ни названия модели у плеера я так и не нашел. Следовательно, обновить это ПО, например, до 1.2 или 2.0, если таковые вообще существуют, не представляется возможным. Дизайн плеера очень похож на достаточно популярный плеер от производителя Sony. Модель Walkman, честно не скажу, как он именно называется, но фотографии вы можете сейчас видеть на экране. Стоимость оригинального плеера от Sony сейчас около 3000. Стоимость же китайского плеера 250 рублей. Помимо всего прочего, как вы могли заметить, плеер имеет съемный колпачок. Так вот этот колпачок, как мне кажется, является в некоторой степени существенным недостатком. То есть да, формально он не будет слетать. И в принципе, если обращаться с плеером довольно аккуратно, то он и будет сидеть как влитой. Но никакой веревочки, никакой резиночки, которая соединяла бы сам плеер с его колпаком, нет. И поэтому вполне вероятно, что вы можете его потерять. Но от этого, конечно же, и эстетичность, и внешний вид попортится. При включении плеер нас приветствует английским welcome. Меню достаточно скудное, но в принципе для портативного устройства его вполне достаточно. Касаемо вот этих самых пунктов меню, так первый это файловая система или музыка. Именно то, что находится у вас сейчас на флешкарте. Второй пункт это радио. Не работает без наушников. С наушниками работает вполне приемлемо. И третий пункт это системные настройки. В системных настройках покоится информация о яркости подсветки дисплея. Кстати говоря, яркость здесь более чем формально. На солнце абсолютно все выцветает. Но в принципе, как мне кажется, это было бы даже странно, если бы яркость действовала, например, как у современных смартфонов. Также в этом меню можем найти подпункты такие, как автоматическое выключение, выбор языка. Кстати говоря, здесь всего три языка, но по сути даже два. Китайский традиционный, обычный китайский, как говорит нам пункт меню. И английский. Соответственно, выбираем английский. Более ничего в этом меню интереса не представляет. Про FM радио даже говорить не буду. Ничего особенного я в нем не нашел. Да и в принципе, я не использую радио. Остается самое интересное. Прослушивание музыки. Но прежде чем перейдем к этому главному и важному пункту, я хочу упомянуть некоторые особенности этого плеера еще. Навигация по плееру и в целом по программному обеспечению осуществляется джойстиком, который находится в левом верхнем углу. Джойстик отъявляется одним большим недостатком. Навигация при помощи него доставляет много дискомфорта. Дело в том, что этот импровизированный джойстик на самом деле представляет не что иное, как кусок пластика, который двигается и так или иначе задействует контакты. Диапазон, в котором работает этот самый джойстик, очень мал. И именно поэтому мы постоянно касаемся другие пластиковые части нашего плеера. Подтверждение пункта меню это просто сущий ад. Нужно надавить пальцем ровно под углом 90 градусов как раз на этот самый джойстик. Почему нельзя было сделать отдельную кнопку или хотя бы вынести этот пункт, например, на кнопку play, мне совершенно непонятно. Из этого, конечно же, можно сделать несложный вывод. Если активно пользоваться плеером, вполне вероятно, что вот этот самый джойстик может и засориться, и лопнуть, и сломаться. А этот джойстик является ключевой деталью в плеере. И в принципе от того, насколько качественно он будет работать и будет зависеть работа самого устройства. Ну да ладно. В принципе про нелогичность программного обеспечения, да и вообще некоторые особенности я скажу в конце. Так сказать, подведу небольшие итоги, но и вообще покажу как работать с этим плеером. То есть будет инструкция. Переходим к пункту музыка. Прежде чем плеер начнет читать композиции на вашей карте памяти, ее необходимо отформатировать в формат FAT32. Емкость карты памяти, насколько я знаю, может варьироваться и до 32 гигабайт, однако я пробовал флеш-карты до 16 и в принципе все работало приемлемо. Ограничения по композиции, насколько я понимаю, присутствуют формально. То есть максимально песен может быть 999. Все дело в том, что у нас всего лишь три знака для определения количества песен. Если будет больше, я не знаю, что плеер покажет, но как мне кажется, на работе это в принципе никак не отразится. На данный момент на карте памяти у меня 593 композиции и в принципе все работает хорошо. При повторном включении, если вы не вытаскивали аккумулятор, то в принципе у вас запоминается последний трек, который играл. Настройки при проигрывании, а именно эквалайзер или например какие-нибудь предустановки, к сожалению, сбрасываются. Если вы используете батарейку типа DuraCell, то есть она не перезаряжаемая, то почему-то настройки не сохраняются. Опять же, если используете стандарт перезаряжаемых, например, на 500 мА, то в принципе с настройками таких проблем нет. Сам дисплей плеера представляет собой довольно информативную картину для такого устройства. Он показывает нам тип композиции, то есть в данном случае это MP3, разрядность 320 бит, количество композиций на флешкарте всего и какая по счету сейчас воспроизводится, режим предустановки, кстати говоря, которых здесь не так уж и мало, но могли бы их сделать более интуитивно понятными, ну и вообще расширить их функционал что ли. Далеко, опять же, не отходя от поднятой темы, хочу задеть вот такую проблему. Всем известна насущная проблема, когда у вас достаточно много композиций, а слушать один и тот же трек уже наскучивает. От этого многие пользователи включают такую функцию как рандом. Рандом это когда произвольно из вашего общего количества треков выбирается случайный трек и плеер их кидает в абсолютно случайном порядке. То есть приводя простой пример, допустим, из 600 треков выбирается 20-й, 130-й, 390-й. И так они дальше воспроизводятся. Воспроизводятся в случайном порядке неограниченное количество раз. То есть плеер старается как можно чаще чередовать композиции. И от этого, в принципе, пользователь, который сомневает, что в день по 600 треков слушает, может, допустим, насладиться что ли. Так вот касаемо нашего устройства. При воспроизведении какого-то трека нажимаем на наш функциональный джойстик. Выскакивает меню с четырьмя пунктами. Первый переводится как режим цикла. Второй это поднастройки самой композиции. Далее у нас что-то похожее на эквалайзер. Ну и, в принципе, меню выйти. Для меня самым интересным пунктом оказался пункт рандом. При его включении плеер пытается сгенерировать случайные композиции. Предположим, игра у меня по счету 20-й трек. При включении данного пункта у меня начал играть 380-й. Далее 35-й, 520-й и так далее. Но неприятная особенность этого плеера как раз таки заключается в том, что всего лишь 20 композиций идут на вот этот самый пункт рандом. То есть, по-хорошему, плеер у нас должен до бесконечности генерировать случайные песни. И генерировать их, повторюсь, абсолютно случайно. Этот же плеер выбирает заранее 20 композиций, которые он будет воспроизводить. По окончании 20-й случайной композиции включается первая, которая уже играла. Попросту говоря, из 600 композиций он выбирает уже заранее те, которые он выбрал. Ни о какой случайности и речи быть не может. Конечно же, это выглядит все довольно забавно, но при эксплуатации это выявляется огромным недостатком. Решением этой проблемы я видел лишь единственный вариант. Каждый раз отключать пункт рандом, включать пункт нормальный, перескакивать на один трек вперед, и тогда он выбирал 20 треков абсолютно случайно, то есть по следующей композиции. Но иногда это устройство меня умудрялось удивлять. Даже при условии того, что я перелистывал несколько треков подряд в нормальном режиме, почему-то на рандоме у меня выскакивало 50% от предыдущих. То есть плеер как бы мне хочет сказать, что 600 треков на флешкарте это слишком много, и не нужно тебе их все слушать, тебе хватит и 20, потому что я так решил и я так сказал. Вот такой вот у нас властный китайский плеер. Что касается воспроизведения трека, в принципе все приемлемо, звук хороший. Ничем, кстати говоря, по большей степени не отличается от того самого Sony Walkman. Слушал совсем недавно различия минимальные, единственное, что у Walkman больше пользовательских предустановок. Эквалайзер вот тот самый рандом, и пункт меню выбора языка сделано, конечно же, гораздо более удобно, но в принципе цена оправдывает. Вроде бы упомянул все основные моменты. Переключение треков происходит с небольшой задержкой. Громкость варьируется в достаточно приемлемых пределах. Насколько я помню, максимальная громкость около 25 или 30 единиц. При прослушивании на 14 единиц в вакуумных наушниках громкости хватает с головой. Компьютер синхронизируется с плеером также без особых проблем. Устанавливаются драйвера, и плеер определяется как флеш-карта. Далее я постараюсь кратко описать все основные функции, ну и вообще куда нажимать, чтобы зайти в то или иное меню. Снизу плеера у нас находится качелька регулировки громкости, чуть левее кнопка блокировки, то есть перевод устройства в заблокированное состояние. Далее 3.5 джек разъем для наушников. Чтобы включить плеер необходимо удержать кнопку play. Чтобы выключить плеер необходимо также удержать эту самую кнопку. При включении плеера для входа в один из пунктов меню необходимо нажать на джойстик один раз. Для того, чтобы производить манипуляции с файлом на карте, необходимо в режиме остановки воспроизведения нажать один раз на любой композиции. Опять же на тот же самый джойстик. Вылезет какое-то подобие файлового менеджера. Для того, чтобы перейти в настройки композиции воспроизведения самой мелодии, необходимо при воспроизведении этой самой мелодии единократно нажать на джойстик. Зарядка плеера происходит только во включенном состоянии. Вот в принципе и все основные моменты, которые я хотел вам поведать. Говорить о том, что плеер плохой и не стоит своих денег, как минимум глупо. За свои 4.5 доллара он оправдывает себя с головой. Надеюсь, что хватит его не на один год. После определенного привыкания, вот то самое нелогичное меню, в принципе, заставляет вас смириться. Некоторые недостатки и особенности заставляют вас лезть в интернет и искать статьи, читать про это устройство. Ну а главную свою функцию воспроизведения песен он выполняет вполне себе приемлемо. Из чего я могу сделать субъективный вывод. Мне он понравился, я вам могу его смело рекомендовать. По сравнению с тем чудом китайской мысли, что я покупал за 100 рублей, Это, образно говоря, и правда вполне себе хорошая вещь. Вроде бы рассказал все основные моменты. Если остались вопросы, оставляем их в комментариях. Подписываемся на канал и до встречи!